В прошлом выпуске я начал серьезно заниматься обвязкой дома тепловыми сетями и сразу же попал на добрую сотню комментариев от вас про неправильность моих действий. В сегодняшней серии я отвечу на все вопросы, связанные с предыдущим видео и продолжу работы по подготовке, подключению отопления в нашем доме. Приятного вам просмотра! Просто убить два дня на переделку, ну это прям по-дэновски, это строим дом своими руками, друзья. Почему у меня такое хорошее настроение, объясняю. Потому что я открыл наконец-то шитый полиэтилен, то к чему я шел эти долгие годы. Для меня шитый полиэтилен это какая-то космическая штукенция пока. Он сейчас греется у печки, ему так хорошо здесь. Кстати, если кому интересно, это 20 на 2,8. Этот шитик я взял для радиаторов. ЭВОХ или ЭВОН, то есть он с кислородным слоем. Эта штука призвана работать долго, главное правильно его уложить. Сейчас я открыл для того, чтобы попробовать вообще его погнуть. Гнется он хорошо здесь, потому что здесь тепло. Здесь реально жарко. Так он будет гнуться там. Я предполагаю сейчас, что я его погрею, вынесу бухту, быстро раскручу, сколько мне надо. А потом, когда я все это фиксану, я его назад в бухту отнесу, оставшуюся, и опять погрею. Вы спросите, зачем мне такие геморгии в минус 30 на улице и в минус 10 в доме? Объясняю. Потому что это мое творчество. И мне это нравится. Я это делаю не из-под палки, не для того, чтобы показать вам, какой я там хороший парень. Нет, я просто хочу заехать в этот дом уже очень сильно. И меня не страшат морозы. Это если коротко. Как я уже всем говорил, что я профессионал в отоплении, который недавно только научился различать подачу и обратку. Я для этого специально и взял маркированные гофры. Называются они правильно... Я не помню, как они правильно называются. Суть какая? Если вы хотите сделать панельный радиатор, то внутренняя часть радиатора это подача. Красный цвет, а обратка синий цвет. Выглядеть будет, например, вот так. И моя задача сейчас выбрать трассы для радиаторной сети. Выбрать их в экструзии. Этим я и займусь. В комментариях по серии, где я укладывал экструзию, было много недовольных тем, что не соблюдена последовательность. Некоторые зрители считают, что правильнее было бы уложить сначала трубы, а уже потом стелить полы экструзией. Возможно, вы правы. Но если честно, мне так удобнее. Труба сразу сама укладывается в выбранную нишу и остается лишь зафиксировать ее перфолентой. Также хочу ответить на комментарии о том, что стелить ЭППС опасно для здоровья. Потому что нагрев свыше 40 градусов чреват обильными выделениями фенола. Друзья, возможно, вы правы, не спорю. Но первое, производитель разрешает укладку под стяжку. И второе, теплый пол не нагревают свыше 23 градусов. И третье, ЭППС будет запечатан под толщу бетона. Ему просто неоткуда будет фонить. У кого-то мог возникнуть вопрос, а для чего я делаю вот такой крутой винт? Я, по-моему, о нем уже рассказывал. Если я кину через эти трубы вот где-то здесь, то я 100% буду ходить, наступать и постоянно это давить. А если я кину это по периметру, это никому не будет мешать. Остался вот этот канал пустить и в комнату канал пропустить. Вот как это будет выглядеть, только чередованием красный-синий, красный-синий. Красный слева, синий справа. Душа поет. Представьте, это уже радиаторная сеть, а останется только радиатор воткнуть, и уже можно было бы что-то запустить, если бы что-то было. Ну, то есть оборудование. Ну, то есть коллектор там, гидрострелка там. Ну, а так что, мы не торопимся. Мы сделаем за лето, что сможем. Едем дальше. Мы с женой приняли решение в начале фильма, что этот короб мы не будем ставить на этом этаже. Мы поставим его наверху. Но от него очень удобно шагать в плане разметки коллектора, который вот тут лежит, я вам сейчас покажу. Поэтому я сейчас примерю этот короб. По нему мы повешиваем коллектор, чтобы все было везде одинаково, равномерно. Я просто хочу сейчас в мозгах себе определить, как правильнее было бы его расположить. Вот так он был бы. Да, идеально. И вот на него габариты. Сейчас вот меряю по уровню отверстия для коллектора. И его навешаю. Это просто для того, чтобы ориентироваться, куда везти трубу. Знаю, что штукатурка не является несущим покрытием. И анкерить приборы к ней не совсем правильно. Но у меня слой ЦПС достигает 4 сантиметров. А это уже серьезная подспорья пеноблоку. Вместо нейлоновых винтов решил пустить вход дюбель-анкер 10х120. Сейчас пришло время попробовать все-таки протянуть наш первый сшитый полиэтилен. Я пошел за ним в овощехранилище, точнее в котельную. Сейчас его принесу и начнем. Что интересно, для 20-го сшитика идет телетрубка 22х6. Но я нечаянно купил 18х6. И хочу сказать, что она чудесно себя чувствует на этом калибре. Одевать немножко тяжеловато второй метр, но меня это ничуть не напрягало. Все говорят, что трубу нужно начинать вести от коллектора в сторону радиаторов. Мне было удобнее иначе. Я не заметил разницы. Если вы знаете, почему нужно делать именно так, поделитесь своими мыслями с нами. Скажу честно, не так это страшно, как я думал изначально. Как вы сами видите, сшитик даже на морозе не очень-то и желает демонстрировать свой нрав. Работать с ним приятно, даже при отрицательной температуре. На первый взгляд, все, что сзади меня, кажется просто какой-то накрученной вакханалией. Ой, я, наверное, опять кричу, потому что я в наушниках. Я даже приобрел фен для этих работ, потому что думал, что работать сшитым полиэтиленом, тем более со стенкой 2,8, мне казалось это нереально тяжело. Как показала практика, это вообще несложно. Я пока еще не решил, что будет в следующем видео, но один из выпусков мы посвятим тому, что запрессуем сюда трубки Г-образные, оденем специальные повороты и навешиваем радиаторы. Кстати, для радиаторов мне надо сначала приобрести уровень, потому что тот вообще уже умирает. Он то включается, то он не показывает один луч, то второй луч отключает. Приходится уже психовать и ругаться на него. Также вы мне написали, что 20-я труба на теплые полы и радиаторы это глупость, по причине того, что и 16-я легко с этим справится. Снова согласен, но тут я руководствовался тем, что насосу будет комфортнее, а значит срок его службы будет больше. Как показала практика, одной проложенной трассы уже вполне достаточно, чтобы понять суть работы и дальше вести ее с радостью и оптимизмом, с уверенностью смотря в завтрашний день. Предыдущая работа по штукатурке слегка утомляла, казалось, что ей нет конца. Тут же я уже чувствую, как совсем скоро в доме станет тепло и эти мысли круто мотивируют к дальнейшей работе. Думаю, вы и сами все прекрасно видите. В какой-то миллион тысяча пятьсот тридцать восьмой раз хочу поблагодарить вас, друзья, за то, что когда-то вы мне сказали, Дэн, заморочься и поставь котел. Я, наверное, в каждой серии это говорю, но вы не понимаете, как это просто несравнимо ни с чем в минус тридцать зайти куда-то, где можно погреться. Не знаю, правда, смогу ли я в этом году осилить свою мечту и заехать в этот дом, но, блин, я этим горю. Но я думаю, наш сериал сможет это преодолеть. Вашими подсказками, моими стараниями все у нас получится. А сказать я хотел главную мысль сейчас, это то, что все цепляется одно за другое. Сейчас занес трубы погреться, оставшиеся. Кстати, рассчитал их тоже неправильно, мне не хватит на две комнаты. Сейчас я дотяну до кухни и у меня будет готов зал с гостиной. А комната и коридор у меня не хватает, трубы надо будет докупить. И к теме о том, что одно за другое цепляется. Пока трубы греются, мне нужно подготовить тему водоснабжения на кухне. Канализование и водоснабжение, потому что там будет проходить очень много узлов у меня в одном месте. Поэтому пойдемте, сейчас вам покажу. Ой, тут вообще классно. Смотрите, температура сейчас у нас здесь. 18 градусов. Но я думаю, что здесь еще от железяки от этой он принимает холодок. На самом деле тут прям жарко. Может и 18, правда. О, тут прям сразу чувствуется. И еще что прикольно, когда заходишь на лечественные марши, вот на эти, тут наверное тепло по ним поднимается. Но сразу ощущение, то есть тепло, тепло идет по лестнице. Прям чувствуется. На этаже его не чувствуется, а вот на лечественном марше прям снизу оно прет. Хотя у меня закрыто овощехранилище. Вот о чем я хотел показать. Смотрите. Здесь посудомоечная машина, здесь раковина. Соответственно мне нужно сделать канализование, которое будет уходить в кинотеатрную. И там заныривать, уходить в общую канализацию. Собираю нехитрую систему канализации от посудомоечной машины и раковины. Разумеется, не забываю про уклон. Для 50 трубы 3 сантиметра на 1 метр трассы. Смотрите, у меня есть такой интересный узел. Сейчас проектировщики меня закидают, наверное, тряпками какими-нибудь мокрыми, потому что это жесть. Смотрите, 380 на остров, холодная горячая вода в баню, отопление бани, обратка подача, канализация на кухню и в посудомойку. Здесь же пройдет сейчас горячая и холодная вода на посудомойку и на раковину. И здесь же пройдет отопление на кухню. Это адский уголок. Я сейчас буду его изобретать. Но вы увидите уже только итоги, потому что тут все понятно. Тут осталось, в принципе, добавить 4 трубы. Кстати, друзья, всего лишь одна минуточка не по теме. Я не раз говорил вам про бильярдный стол, который уже приобретен и ждет своей участи для установки в наш подвал. Это семихутовый столик, который мы с вами вместе потом будем переделывать в нашу бильярдную комнату. Так, а сейчас я вам хочу показать свой макет, который сделал в свое время под гаражи. То есть это пристрой к дому. Вы спрашиваете часто, как у тебя будет сделана баня. Так вот, там, где у меня веранда, это пристрой бани. Третья дверь, которая находится в доме, она вот как раз ведет в баню. А эта часть должно было быть 2 гаража. Но вашими комментариями и моими решениями мы решили эти 2 гаража потом превратить в бассейн. Здесь будут также проемы стеклянные, а там внутри будет бассейная чаша. Пока вот такая мысль. Ну и третий момент, который я хотел вам сегодня показать, это то, что у меня осталось на складе. Друзья, по той самой ссылке жарковский-мет.рф вы можете смело посмотреть, почитать, приобрести вот этот замечательный продукт. Осталось его очень немного. Раньше здесь было забито все вообще, все этажи. Это остатки. Они, конечно же, разойдутся до марта. Поэтому, когда вы спрашиваете, может, у тебя прошлогодний мед остался? Нет, конечно, он заканчивается у меня еще задолго до апреля. Так, что у нас есть? Ну, это я обычно не продаю, но если прям очень хочется, то могу кому-нибудь это предложить. Я никогда не скатываю это в шарики. Я всегда храню это в том самом виде, как это было собрано на пасеке. Это прополис. Его у меня осталось немножко, вот несколько пакетиков. Также есть килограммовые, полкилограмма. И остались полторашки. Больших медведей уже, как вы видите, вообще нет. Их осталось три штучки. Если у меня и остается какой-то мед, то он весь смело уходит в медовуху. Да, кстати, вот, смотрите. Вот эта штука, просто чтобы вы понимали. Вот эта штука, это тоже очень хороший мед, хорошего качества. На самом деле, это я снимаю пенку с привезенных фляг с пасеки. То есть, когда привозишь фляжку, ну, вот они у меня фляги, там хранятся. Когда ее привозишь сюда домой, и перед тем, как разливать, снимаешь вот эту пенку и ее складываешь отдельно. Вот с этих банок я сделаю медовуху в следующем году. В мае она будет готовиться, а вам на стол она попадет где-то в районе ноября. Ну, как и в прошлом году. То есть, у меня все идет уже по календарю. Поэтому, друзья, буду рад, если вы закажете, разберете склад. Вашими вот этими покупками вы делаете донат каналу. То есть, я на эти же самые деньги приобретаю радиаторы, батареи, гофру и так далее. Все, из чего можно снять вам интересный ролик, а мне построить дом дальше. Так, все, работаем. Отвлекусь на секундочку, чтобы показать, что уже сделано. Лучевая система. Я не стал делать Т-образные здесь спарки, чтобы экономить трубу. Все просто потому, что я не доверяю этим спаркам. Где-то что-то потом потечет, я этот пласт трубы, я просто похороню две батареи. Я уже его никак не разберу. Лучше один раз потрачусь, но сделаю хорошо. Что интересно, вчера стягивал, все подходило друг к другу хорошо. Все было классно. Утром, хоп. И вот такие вот проблемы. Скажите еще, вот такие стяжки, такие подтяжки, это плохо или нет? Или это нормально? Ведь труба же будет увеличиться в температуре. Меня это сильно не пугает, но все-таки хочу у вас уточнить. Везде, конечно же, есть защитный слой, вот этот гофрированный. Но, тем не менее, я притягивал крепко. Если это неправильно, напишите, пожалуйста, тоже. Ну, я говорю, я сейчас буду у вас советоваться максимально по всем вопросам. Единственная большая сложность, с которой столкнулся на укладке сшитика, это его эффект памяти. Последняя труба оставшаяся, она идеально применьше, и очень тяжело ее тянуть. В идеале дополнительный опор рук очень бы пригодилось. Но за годы моего строительного отшельничества я научился справляться с любыми трудностями в одиночку. Если честно, даже немного жалко прятать такую красоту под толщу бетонного раствора. Благо, есть видеоблог, который сохранит в памяти это чудо инженерной мысли. Стоит, наверное, показать, что мы уже сделали. Линейного расширения теперь трубы не боятся. Там я все тоже запенил, но, как всегда, это все с кассипорами. Потому что самое интересное, что люди, которые комментируют на канале, они разделились на две публики. Первая сторона говорит о том, что, Дэн, не волнуйся, мы даже при минус 40 в ветер в страшный все это дело варили. И все склеилось, и проблем нет, и все ты делаешь правильно. И не волнуйся совершенно, сделай только демпферные компенсационные швы. На днях мне проснился такой сон о том, что у меня начало капать там. Там я не мог определить, почему. Половина говорит о том, что это все потечет, это все бред, забудь об этом. Это все, ну, просто кошмар. Друзья, да простит меня мой сосед, но я сфотографировал в свое время его теплые полы. Они, собственно, меня и подстрекнули на то, что ничего страшного, 4 трубы кинуть под полом. Потому что там соединение штук 500, наверное. Так, почему вот это разбирать? Потому что один из ваших комментариев тоже был очень классный о том, что, Денис, все-таки делай рециркуляцию воды. Если ты, тем более, хочешь часто принимать душ в бане, а я подумал, почему бы мне по вечерам не морочиться с этой ванной, а ходить в душ в баню, если она будет все время теплая, правильно? Ну, рециркуляцию, скорее всего, стоит туда кинуть, и тут же нужно добавить еще холодную воду. Поэтому еще одна линия пойдет холодной воды. Но есть еще один момент, который меня вообще уже разрывает. То есть, получается, еще одну трубу надо добавлять. То есть, две дополнительных трубы. Еще же будет одна труба идти на полив огорода и так далее, и она будет вообще идти в обход фильтров всех. Значит, получается, мне еще одну трубу надо как-то кинуть. Заморочно, но, видимо, еще две трубы вон там добавятся, вон там в уголке. Посмотрим. Я подумаю, потому что, чтобы ее добавить, надо вот все, что я вон там собрал, разобрать, всю эту пену убрать. Хотя это не так уж и сложно, это буквально работа трех минут. Что еще я сделал? Покажу. Добавил каналыгу на туалет, на унитаз. И там же сделал вывод. Вон он. Этот вывод идет сюда, на раковину. В подвале, друзья, это, конечно, интересно. Сейчас, кстати, съездил еще, докупил тилета, но мне еще не пришла труба основная. По поводу 2,8. Ребят, 20-е. Почему? Объясняю. Потому что я хочу, чтобы насосы не напрягались. Главная суть. Дольше проработают насосы. Почему 2,8 стенка? Это все зальется в бетон, и я буду меньше волноваться, что залил туда некачественную трубу. Хотя 2,8 стенка, она предназначена для того, чтобы давать нее мощность 10 бар. При том, что в частном домостроении допустимо только 3 бара, газовый котел больше не тянет. Соответственно, это, конечно же, я перезаложился в 3 раза. Я это сделал. Вам это не стоит делать, если не хотите. Кстати, если вы закажете проект в какой-нибудь компании, то вам там сделают точные все сечения, точные все размеры, и вам не придется переплачивать, как я, вот, заперекладываться по материалам. Но я это сделал и не жалею. Спать буду спокойно и с настроением. Так, я пришел вам показать свою канализационную трубу. Вот там вверху выход, вы видите, это для того, чтобы нам пустить из кинотеатрной комнаты от раковины кухни трубу сюда до каналыги. Здесь я добавил канализацию для стиральных машин. И в связи с чем у меня вопрос, я, конечно, прочитаю где-нибудь, но если вы подскажете, будет хорошо. Может ли слив машинки быть выше, чем машинка? Вот этого я не помню. Надо уточнить, а то, может быть, я немножко накосячил. Ну и все. Сейчас я уже комплектую эту шахту для того, чтобы уже понимание было, как нам делать саму шахту сброса белья и как нам расположить трубы подвода горячей воды, подвода рециркуляции, подвода подачи и обратки теплых полов и радиаторной сети. Эта серия – один из показателей того, что мы на какой-то шажок ближе к въезду в наш дом. Не знаю, это челлендж у меня сработает, нет, но я к этому иду, я стараюсь. Все свободное время я посвящаю строительным делам. Один момент, который я хочу сейчас поднять, это то, сколько комментариев приходит на тему «Какой огромный дом?». Друзья, ну это же не так. Ну вот смотрите, кухня. Сейчас поставится мебель. Здесь будет стол, тут будет остров, тут будут стулья стоять и все, места не будет. Здесь какой-то шкафчик нижний, возможно будет, там диван угловой. Тут большое кресло повиснет, вот это, которое я хочу сделать, кресло-кокон. Где оно здесь? Коридор маленький, санузел на первом этаже крохотный вообще. Тут даже душ не войдет гигиенический, здесь просто можно поставить раковину и туалет, все. Поэтому, а каких больших комнатах? Да, она просторная, да, комнаты не два на два квадрата. Но они нет такого, что ты ходишь, бродишь по каким-то коридорам, не понимаешь, зачем они вообще здесь нужны. И самое интересное, что этот дом, он универсальный. Захочу, я могу поставить вот здесь дверь и обрубить подвал, если мне он не нужен будет. Это совершенно не проблема. То есть слить теплоноситель с теплого пола в подвале, оставить только котельную в подвале, которая будет сама себя греть, потому что в ней будет радиатор и в ней сама печка работает, этого уже достаточно. Полы закрыты экструзией, полы будут теплые, поэтому по сути я буду находиться как на фундаменте, как на простом монолитном фундаменте. Захочу в старости убрать лишние технические комнаты, обрубил, забыл, все. И у меня осталось там 190 с чем-то квадратов, ну 180. Если для кого-то эти цифры страшные, цифра 300 и так далее, 180, наверное, для вас уже стандартно, правильно? А это как раз вот такой дом. Летом пользуйся подвалом, зимой не пользуйся, если не хочешь. Я не хочу затягивать. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо за то, что вы в январе дали такой прирост. Столько пришло новых зрителей. Я просто восхищен. Я смотрел каждый день 200, 300, 400 человек. В одну ночь посмотрело 80 тысяч просмотров. И это, кстати, была новогодняя ночь. Я был в шоке вообще. Как так? Я был рад вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Спойлеры кидать не буду, но тема отопления у нас сейчас актуальна. Поэтому этим мы и будем заниматься в ближайшее время. Пока.